Меня зовут Голдова Анастасия. Я родилась в Анастасии области, в Анастасии в районе. Я закончила в Анастасии средней образовательной школы. После школы поступила в Волгоградский государственный университет на филологический факультет. Стихи пишу давно и движаюсь как-то свыше. Считайте, что мне больше всего нравится. Ты на странице в каждой книге, ты в каждой песне на строке, ты в каждом злоке, в каждом веке, ты в каждом сердце и в голове. Такой душу, такой живу я, такой набит в небе, словно касса в дождевую среди шестых телек. Тянусь к тебе, тепло и света, как все живое на земле. Цветым огнем любви и согрета прессуюсь с сердцем на стекле. И как молитва твое имя нисходит с пересохших уст, мир, переполненный иными, без одного пустынных уст. Тянусь к тебе, тепло и света, как все живое на земле. Тянусь к тебе, тепло и света, как все живое на земле. Тю птицей засияет счастьем свет леви и душах простор небес учится. Но сто крат приятнее для меня повторять твое простое имя, красоты естественных пределов и гармоти непостижимых. Будто бы мелодия творца ищет речевого воплощения и находит. А моя душа отрывает в нем артист спасения. Твоё имя больше, чем набор Звуков, символов, морфемов, значений Твоё имя — нежный поцелуй Выхранный в душе без искажений Спасибо Вот почитай ещё когда-то на родине На родине Стихами дышит каждый уголок На родине Уютный и спокойный Воспеть тебя и гений бы не смог Любой язык казался недостойным Всё, чем скормила в детстве ты меня Не в силах передать простое слово Тебя необходимо ощущать Напитываясь жизненной основой Разглядывая чистоту озёр Нашёптывать свои рассказы в ветру И в мыслях улетать за горизонт Прозрачной лентой милых километров И в унисон мелодии души Звенит с мелодией ветров и соси Мы вместе выросли Мы спалили наверх Беспечных птичьих сталь На доголосьях Друг другу радость Ножили всегда И пополам делили резь мгновений Поэтому вдали от этих мест Душа исполнена мучительным волонтам У меня с Анастасией Снакомство не седло Я бы хотела Можно достать Позвольте святую птичьих сталь И подкрыть вашу жизнь Хорошо, спасибо, Анастасия Я присяду и буду на вас А может это проназеть Или это идёт запись обязательно, да? Ну, лучше, да Ну, что, Анастасия, спасибо, что пришли Спасибо, что пишете стихи Я рад, что услышал, как вы их читаете Что вы выбираете Ну, возьмём на родину Начнём не так Я бы сказал, что вы в самом начале пути Хотя вы уже 20 Не знаю, когда вы пишете на пустяках Вы пишете недавно Потому что именно в самом начале пути Стихи закрыты Очень трудно определить Что же скрывает автор За тем, что он выражает В своих строчах, в своих стихах Мы только что обсуждали В предыдущем обсуждении Нет, как жаль Не, они сравнивают и вас, да? Я просто говорю Есть нерв, есть жизнь Есть, она чуть-чуть старше вас Есть переживания девушки Ждущие своего любимого Так же, как у вас Только другими словами С другим наполнением Материальным наполнением Вот это слово материальное наполнение Реальные картины В образе человека Да, там, юноши, девушки Они у вас ещё отсутствуют Имя Ваши старения прочитали имя Мы говорим, Марина Цветанова Сделала так, чтобы вы догадали Сколько его зовут Да? Потому что вы тысячи раз сказали имя Ну и Не называют только одно имя Пол А тут уже Вы как-то нам его Как-то зашифруйте Я не знаю, анаграмму сделайте Да? Ну что-то Вы же не просто так его шепчете Это имя А мы так и не указывали Я вот так и не понял Какое же это имя В этом юноше И он, наверное, не догадается Все юноши вокруг вас Думают, что это ему Ну вы-то какого-то Другого Если у одного Пусть он сам Один-единственный Разгадает Но вы должны это прописать И поэтому Ваше стихотворение Оно не понимаю Как стихотворение Вроде бы получилось А вот по смыслу Ну никакого смысла Нет Потому что Мы не понимаем героя Героя не видим Вы красивые слова заговорили Поспели Вы женщинам В 16 веке Рыцарем Спевать свою даму Так вот На родине Не хватает именно этого Я Я не знаю Как другие Наши слушатели Я не понял Где это Я не понял Стихами дышит Каждый уголок На родине Уютно и спокойно Ну Рязанщина Дышит Стихами Не сильно Вологодщина Дышит Стихами Дышит Скорчина Дышит Ушки Дышит Я просто такие Не делал Ключевые Какие-то Ну дальше Перечислять Вы понял К чему я Я говорю Стихами дышит Каждый уголок В России Таких уголков Ну Десятки На родине Уютно и спокойно Определение Репитета Уютно и спокойно К родине Это же там Надо вам придумать Что-то яркое Чем это Родина характеризуется Если у вас Это Архангельск Область Да Вы говорили Ну так про Архангельск Эту область Сколько можно Всего наговорить Это же И Наверное И море Да И И Дустые Такие Ваши Дремучие леса И морозы И Там Я не был Архангельск Не буду придумывать Ничего К сожалению Мечтаю Я даю Я обязательно Даю И Здорово Может быть Стретимся В следующем Я вам Перечень Образ Воспеть Тебя Игений Не смог Согласен С вами Не смог Но все равно Попытался Воспеть Тебя Игений Не смог Но Я Пытаюсь Пусть Не умело Но пытаюсь Вы Не умело Но пытается И воспеть Свою Свою Замечательную Любимую Родину Но Скормила В детстве И меня Скормила В каком Это месте В детстве В деревне Это было В городе Кто Кормил Мамкой Бабкой Нянькой Деткой Старшая Сестра Что Чем Кормили Конкретно К сожалению Мне вот этого Не хватает Не знаю Чем Ели Снингерс И Марса И Все Так Может Молочко От Без иронии Я просто спрашиваю Мне это ничего Я ничего не понимаю Чего происходит Разгляды Чистоту Озер Замечательно Все Единственный образ Который мы здесь нашли У вас На родине Чистое озера Все Больше дальше Ничего не существует Чистоте озера Ничего не существует В вашей чистоте Унисон Мелодия души Звенеть Мелодия ветров И сосед Но это поэтическое желание Любого автора Звучать унисон Но для того Чтобы звучать унисон Надо разглядеть Детали Этой красоты Чтобы каждый звук Работал Вы Взглядываетесь В озеро Чистоту озер И видите И слышите Движение Вон Мы сразу Супоминаем С вами Классическую Русскую литературу Движение Вон Поэтины Образ Оттуда идет Сразу Из этой чистоты Кто там У нас Звук задает То ли волна То ли Рыба То ли Отражающиеся По глади вод Облака Пробегающие Создают Иллюзию звука Небесных сфер Движения Вот То есть Это всего Пока Ну В общем То Что я сказал Про это Ситовремя Ко всем остальным Ситовремя Ближе К земле Ближе К земле Ближе К своей Жизни Ты На страницах Каждой Книги Ну Хорошо Ты На страницах Каждой Книги Я Прочитав Много Книг Могу Сказать Что На страницах Каждой Книги Только Ну Скорее Всего Наверное Один Главный Герой Есть Какой Главный Герой Есть На странице Каждой Книги Иногда Бывает Всегда Но Вот Они Всегда Есть Жизнь Жизнь Понимаете Жизнь Есть На странице Каждой Книги А ее Здесь Нет Вот Поэтому Возникает Проблема Взаимоотношения Вас Как Писателя Автора И Меня Как Читателя Штампы Я все Уже Прочитал Хочу Услышать О вас Какая Вы Есть Прекрасная Девушка И о чем Вы Думаете Как Вы Переживаете За тот Мир А вы Пока Мне Нападали А сейчас Я Врач Сторой Помещи Я Приехала Вращая Своей Иникалкой Спасение Автора Которому Сейчас Сделали Процедуру Произвели После Которой Следует Какая-то Реабилитация Я Врач Реабилитура Вот Сейчас Ну Во-первых Я Анастасию знаю По Ее Участию В Кутебе Авторской Песни И знаю Что Ее В музыке Может быть Даже Часто Лучше Слышишь Чем В стихах Но Это Не Самое Главное Самое Главное Что Я Чувствую С ней Очень Дальше Распорт Первое Аркандельская Область Второе Золотая Металь Я Знаю Как Сложна Золотой Металь Человеком После Этого Не Не Тащить На себе Этого Соответственности За Все И Быть Правильной Живой Затем Филатический Факультет Наш Володонский А уж Это Чудо Природы Я Тоже Успела Пережить Поэтому Мое Вам Посвящение Тем Что Вы Находясь На Тимфаке Пишите Стихи Далеко Не Каждый Проучившись Хотя Один Курс На нашем Тимфаке Продолжает Писать Стихи Как правило Перестает Хотеться Вообще Всему Хотя Я Очень люблю Наш Факультет Он Просто Не Очень Располагает В Кружеской Атмосфере В Кружеской В Своем Дальнейшем Развитию Дальше Я Могу Сказать При Всех Сказать При Все Справедливости Тому Что Говорил Борис Иванович Я Важна Сказать Что Вы Такая Юная Нежная Девушка Вы Очень Мужественная Почему Все Ваши Почти Стихи Любви И Это Вроде Как Женская Штучка Но Тем Не Менее Вы Дышите Я Люблю Я Люблю Его Он Во Дальше 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 Ваши Ваши Стихи Очень Грамотные В этом И Трелесть В этом И Опасность Мы Отечницы Очень Добро Стихи Позволяем Отходов От Канонов Из-за Этого Перестаем Живыми Ваше Счастье Если Вы Прочитали Все То Что Вам Программа Будет Сделать Останетесь Самой Собой И Будете Чувствовать Так Как Чувствовали Поэтому Ваша Судьба Гораздо Более Трагическая Чуть Те Которые Технические Поплитеты Им Нужно Не Забы Они Не Знают Что Все Написано И Про Любовь И Про Все Остальное Можно Вообще Не Стараться У них Нет Ощущения Этого Редемонтства Когда Хочется Сказать За Себя У них Оно Есть А У вас Уже Нужно Оврекать Что Еще Вот В Первом Вашем Стихотворении Огромное Количество Таких Образов Которые Легко Петь Они Как будто Вы Приспособлены Чтобы Быть Озвученными То Есть Не Должно Быть Нужно Вдохнуть Какую То Жизнь Потому Что Старин Себе Они Просто Образы И Если Вы Будете Ориентироваться На Текст И Песня У Вас Будет Что Называется Такой Творческий Ипотический Затук Потому Что Все Что Вам Нужно Будет Сделать За Вас Сделает Музыка А В слове Вы Не Будете Совершенствоваться Поэтому Иногда Прекратите Петь То Что Вы Пишите Для Текст Более Грамот Кроме Того Побольше Внимания Если Вам Закушится Написать Возвращение Рассказания Не Наступайте Себе Нагомые Непрошенные Рассказания Потому Что Ваша Более Того Что Вы Видите Она Достойна Как раз Проработки Василий Иванович Белов В рассказах О Всякой Жизни Живенности Не Чурался Рассказать О Самом Рассказать Заброшенного Моним Ченгей Собачонки Которые Своего Щенгей Кормить Идите По Линии Человеческого Самоощущения Больно Пишите И пишите Своими Словами Я Не Хочу Регитировать Воспользователь Филфак Учитесь Любите Литературу Но Еще Больше Любите Жизнь Потому Раньше Возгла Возможность После Филфака Вступить На Высшие Литературные Курсы И Там Немножко Переоспользовать Этот огромный Багаж Который Вам Дойдет Сейчас Этого Возможности Практически Нет И Среды У нас Вологде Творческой Очень Мало Я Вам Желаю Чтобы Ваша Личная Жизнь При Вашей Вашей Привлекательности Женской Она Вам Давала Ресурс Для Вашего Творчества А не Наоборот Говорят Выходите Удачно Замуж Иначе Преподайте Пописать Но Что Влюбляться Вам Показано Это Точно Спасибо Настя Вы Читали В стихотворении Грунцевой Главе Гимия У вас есть Тихотворение Гимия А у нас есть Несколько секунд Можно я почитаю Твое Гимия У вас Тихотворение Когда Уходит В сон Сознание Когда Печаль Я Попречу Я В темноте Как Заклинание Только Гимия Тихо Я Жучу Оно Звучит Как Прежде Свято В нем Много Мер Много Сил Вот Так Это Комен Когда Тов Горь Господи Произносил И Забывая Все Довое Тебя И Все Твои Друзей Одно Магическое Слово Хранит В памяти Моей Оно Вам не Живет И Дышит Как Будто Залисман Живой Оно Сильнее И Значим И Выжим Всех Наших Речь И Нас Стовой И Сравнили Со Своим Стихотворением Просто И Подумайте Они Похожи Тема Одна И Та Все Все Считаю Ситая 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 Перечитка Переедание Знаний Но Это Проходит С возрастом Так что Даже Если К Вам Живет Не Главное Сейчас Надо К Себе Работать А Эти Знания Они Пригодятся И Вот Наличие Наличие Большого Количества Знаний Неправильного Живые Есть Примеры Можно Писать Ситая Много Знаний